Прорисание. Эта тема заслуживает особого внимания. На этом фокусируется. Этим живет основное направление журнала Хроники Таро. Сообщество вокруг него, сам я тоже периодически гадаю по Таро и Цзин, когда начал исследовать две последние системы, узнал о родственных, на мой взгляд, методах прорисания гадания по параней лопатке, которую раскаляют в костре гадания по шаманскому зеркалу, кузунгур, на панцире черепахи, тувинских хуанах, казахских умалах. Карол Тулижевич, могли бы Вы рассказать, как прорисают шаманы в Туве, какие методы Вы лично используете, или у Вас нет предпочтений. Все зависит от ситуации. Есть ли те методы, которые сейчас недоступны, или те, которые скоро появятся. То, что здесь говорится, что разные прорисания, это, во-первых, я говорю, прорисание слова. Это же шаман, прорисатель. Всех прорисателей, всех гадателей, всех селителей, всех экстрасенсов, всех магов, всех гипнозеров, психологов, всех психологов, всех парапсихологов, всех знахарков. Если ты будешь в России знать шаманизм, ты все это можешь, как пять парапсов будешь понять, уже будешь знать. А вот на разные люди, разных земном чаре, я в многих странах, например, скандинавские люди на рунах ходят. Вот, где-то вот этот, в Карибском бассейне, в воду, в воду есть. Есть цыганские карты, есть таро, которые тоже карты. Есть у нас в Туве хуанок в камнях и бараней лопаткой гадания. И у нас еще много гаданий есть, нитках гадает, и разными вот этими гаданиями. И человека, когда видит своим глазами и сразу ему без гаданий можно говорить. Ну, это есть, на истоках стоял шаманизм. Потом, так, такое слово шаманизм, люди выбросили и начали называться себя другими именами, понимаете. Ходателями, там всякими, селителями, стрессенцами, там всякими. Ну, надо понимать, что корень всех мистических, всех сверхъестественных знаний мира, также науках стоит шаманизм. Древний человек, в бещере, когда жил сто человек, например, среди них один шаман должен быть. Это свыше отправленный человек, сверху, от предков. Этот человек будет защищать этих людей, лечить этих людей. И показывает, где рыба, где охота, куда охота, где рыбачь. И этот человек, когда люди заболевают травами, корнями, будет лечить. Это основа медицины. А вот каменный нож, костяной нож, бронзовый нож, железный нож. Это выдумка, это же того шамана, который кормить надо людей. Шкуру надо снимать. Не зубами будешь крыть эту шкуру. Это шаманское изобретение ночью. Это же физика. Начало физики. Начало, этот, от, от, от руды. Бронзу, железу, начало делать. Это шаманское выдумка. Тоже. А вот разные вот этот, науку звезд, зодиаки так всяких, астрология. Это же шаман, это он здесь начал это все этот. Сейчас, вот мы, там этот, астролог, туда-сюда, вот понимаете. Какой он астролог? Там у него, там, одного проследования шаманизма лично знает. И этот человек, шаманское знание только, одного проследования знает. Понимаете? А настоящий шаман, он лучше, чем астролог. Лучше, чем медицина знает, полезную людей. И точный диагноз ставит. И где руда, железные разные, золото, он шаман знает. Так что, Шаманизма Зря, Незаслуженно Философы Разных религий Они очернили И оскворнили Шаманизм. Но, шаманизм выстоял. Выстоял где? Именно тве. Вот отсюда возрождение сейчас идет во всем миру. Тве Раздастся, Шаманское раздастся тук-медведи. Два года назад мы Открыли Международная Академия Ведического Шаманизма. Вот сюда у людей обучаются и приходят. Отсюда документы берут, обучаются и уходят. И там помогают людям По-тесному И в нормальными. А те, которые Не прошли Экстрасенсы Магами Называются Селителями Называются Всяких Гадателями Называются Вот Например В крупных городах В Москве В Самойдербурге В разных городах Это Экстрасенсы Это Шарлатан Есть Настоящие Маги Шарлатаны Не Шарлатаны А маги Экстрасенсы Селители Там Гадатели Должны проходить Международную Академию Ведического Шаманизма ТУВЕ И должны Полчать документы Тогда Они будут Действительные Вот Мы Выявим И Посвящаем Им В этом Дело И Даем документы Вот Таким Людям Надо Верить Чтобы Не было Шарлатанов Надо Хотя бы Россию Надо Всех Этих Людей Синтрализовать Под Верховным Шаманом Рисовку ТУВА Потому что ТУВА Это Единственный Регион Который Разрешен После Развала СССР Шаманизм Разрешен Именно Благодаря Ессену Он Разрешил Чтобы Единственный Регион ТУВЕ Чтобы Полчать Шаманизм Это Заслуга Ессена Президента Нашего Российского Первого Редактор субтитров Корректор А.Егорова Редактор субтитров Корректор А.Егорова